Приветствую, я Василий Голованов, мой собеседник сегодня Андрей Ларионов, старший научный сотрудник Центра безопасности города Вашингтон. Андрей Николаевич, рад вас приветствовать. Добрый день, Василий, взаимно. Сразу же хочу попросить наших зрителей подписаться на социальные сети Андрея Ларионова, в частности на Facebook страницу и страницу в живом журнале. Андрей Николаевич, что актуальное, интересное, свежее наш зритель прочтет на страницах Ваших социальных сетей? Спасибо, Василий, за рекомендацию и за приглашение заглянуть на соответствующие страницы. В последнее время довольно много материалов я разместил, посвященного одной теме – ленд-лизу. Как ленд-лизу, тому закону, какой был принят Конгрессом Соединенных Штатов Америки, подписан президентом Байдена 9 мая этого года, это закон о ленд-лизе Украине. Называется закон о защите украинской демократии с помощью инструментов ленд-лиза. Я перевел этот закон на русский язык и обмородовал его у себя в журнале. Затем я перевел на русский язык те части законодательства Соединенных Штатов, на которые есть отсылки в законе о ленд-лизе, в частности на законы о внешней помощи, закон о контроле за экспортом вооружения и закон об определении оборонных материалов. Включив все это в один текст, получился расширенный текст или полный текст закона о ленд-лизе Украине, который дает представление для русскоязычного читателя. Возможно, многие из наших читателей и зрителей в Украине владеют русским языком немножко лучше, чем английским, поэтому для них будет легче понять, в чем заключается суть этого закона. Плюс к этому опубликовал почти исчерпывающий список комментариев, которые были сделаны официальными лицами Соединенных Штатов Америки, от конгрессменов и сенаторов до представителей Пентагона и Белого дома, относительно ленд-лиза. Что представляет собой этот закон, что в нем есть, чего нет. И таким образом, реальное содержание этого закона в наиболее полном и детальном виде сейчас представлено на русском языке. Наконец, я перевел также закон о ленд-лизе 1941 года, закон, который был подготовлен администрацией Рузвельта и принят 11 марта 1941 года, прежде всего для оказания помощи Великобритании. И, кроме этого, сравнил два закона о ленд-лизе 1941 года и 2022 года, показав, в чем общее, в чем различие. И также предложил информацию об исполнении этих законов. Соответственно, вот сейчас закон о ленд-лизе 2022 года за первые почти 7 месяцев его действия с 9 мая по начало декабря и за первые 2,5 месяца 1941 года, на 1 июня 1941 года, что и как успели сделать Соединенные Штаты, администрация Рузвельта для помощи Великобритании. Я просто забегаю вперед, люди могут увидеть соответствующие материалы. Хочу сказать, что 11 марта 1941 года закон был подписан президентом Рузвельтом, и в течение двух с половиной месяцев, на 1 июня 1941 года, Соединенные Штаты профинансировали военную помощь Великобритании на сумму 7 миллиардов долларов. В переводе на современные деньги, поскольку уровень цен был другой, это составляет 107 миллиардов долларов в ценах 2022 года. Таким образом, еще раз обращаю к нему, за первые 2,5 месяца после подписания и вступления этого закона в действие, Соединенные Штаты выделили сумму в размере 107 миллиардов долларов на современные цены. Из этой суммы примерно 2 трети были размещены уже в качестве военных заказов, и значительная часть уже поступила еще до Ленд-Лиза, до начала Ленд-Лиза. Президент Рузвельт передал Великобритании 50 американских эсминцев, просто для понимания того, что делать и зачем. Ну и дальше там можно говорить. Что касается закона о Ленд-Лизе 2022 года, как мы знаем, с момента вступления этого закона в силу 9 мая этого года до сегодняшнего дня по этому каналу помощи Соединенные Штаты не поставили Украине ничего. То есть ни артиллерийского орудия, ни танка, ни автомобиля, ни автомата, ни патрона, ни пули, ни одного перезвязочного бинта. Ноль. Пустой. Если же мы говорим не о Ленд-Лизе, а о других каналах помощи, помощь оказывается сейчас по четырем каналам со стороны Соединенных Штатов Америки, то на территории Украины доставлена помощь из Соединенных Штатов размером 12,4 миллиарда долларов. То есть 12,4 миллиарда долларов – это за 9 месяцев войны, соответственно, примерно 1,3 миллиарда долларов в средний месяц по сравнению с тем, что Соединенные Штаты поставили в 1941 году Великобритании или профинансировали за 2,5 месяца на 107 миллиардов долларов. То есть тогда это было примерно, ну там будет порядка 40 миллиардов долларов ежемесячно, опять-таки в нынешних ценах. Можем сравнить примерно 40 миллиардов долларов в месяц Великобритании в 1941 году и примерно 1,3 миллиарда долларов Украине в 2022 году из того же источника. Вот мне кажется, вот эта информация, она дает пищу для размышления, она дает пищу для определенных действий и для, прежде всего, украинских властей, ну и в общем целом для понимания украинским обществом, что происходит. Я, как гражданин Украины, благодарен Соединенным Штатам, гражданам и правительству Соединенных Штатов за каждый доллар, который предоставлен в качестве помощи нашей стране, военной помощи или финансовой помощи. Надеюсь, что эта помощь будет увеличиваться. Я полностью согласен с вами. Я также благодарен американскому Норалбу за ту помощь, какая оказывается сегодня украине военная, экономическая и гуманитарная, а также всем другим странам и народам, которые оказывают помощь, и прежде всего, конечно, Польше, и Балтийским странам, и Чехам, и Словакам, и Британцам, и Канадцам, и Румынам, всем, кто оказывает помощь. Без этой помощи сопротивление, агрессия было бы гораздо более сложным. При всем при этом, если бы этой помощи было бы больше, было бы хотя бы на том относительном уровне, с кем можно было бы сравнить, хотя бы с той помощью, какая была оказана Британией в 41-м году, то потери бы со стороны украинских вооруженных сил и гражданского населения были бы меньше, а большая часть украинской территории была бы уже освобождена. Тем не менее, да, мы благодарны за каждый доллар, за каждый евро, который мы получаем от наших партнеров. Понимаем, как бы сложно было бы нам без этой помощи. Андрей Николаевич, мы продолжим, или начнем, наверное, с... Так, мы рекомендовали подписаться на живой журнал Андрея Ларионова и на Facebook-страницу. Там вот вы найдете подробно вот все то, о чем Андрей Николаевич только что сказал. Затем я вас попрошу подписаться на мой YouTube-канал, он называется «Голованов». Если вы нас смотрите на YouTube-канале «Фабрика новин», пожалуйста, найдите в описании ссылку на мой YouTube-канал персональный, подпишитесь, колокольчик, это очень важно для подвижения этого видео, чтобы его увидело как можно больше зрителей и канала в целом. Начнем мы, может, не с самой главной новости, но такой знаковой и сейчас наиболее обсуждаемой, не наиболее, но обсуждаемой, тем не менее. В Украине сейчас Андрей Николаевич снег, а в Латвии сейчас дождь. И, может быть, это ненадолго, поскольку министр обороны Латвии Артист Пабрик заявил, что, по его мнению, телеканалу «Дождь» не место в его стране, их необходимо вернуть обратно в Россию. Я считаю, что «Дождь» должен уехать на работу в Россию, а вид на жительство аннулировать, написал министр в своем твиттер-аккаунте. За что во время эфира уже бывшие ведущие «Дождя», уже на данный момент наши разговоры его отстранили от работы, Алексей Коростелев заявил о помощи российским военным, сегодня воюющим против Украины, оснащением и элементарными удобствами. Прямая речь. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте. Конец цитаты. Вот что сказал ведущий и попросил присылать истории на почтовый ящик медиахолдинга. Там потом была реакция, его отстранили от работы, сказали, что вы неправильно поняли этой истории, там фиксируем на этом ящике истории военных преступлений российской армии и так далее. Но процесс уже запущен. Андрей Николаевич, что вы думаете относительно всей этой истории вокруг дождя? Ну, я придумаю примерно то же самое. Если бы, например, какие-нибудь немецкие мигранты в 1941 или 1942 годах, которые оказались бы на территории Великобритании или территории Соединенных Штатов Америки, и которым бы власти, соответственно, Великобритании или Соединенных Штатов Америки предоставили возможность вещать на немецком языке, на немецкую аудиторию, на немецкое население, стали бы говорить, мы всеми способами оказываем помощь вермахту, солдатам вермахта, собираем истории, оказываем помощь, собираем деньги на оснащение их, на бытовые удобства, чтобы солдаты вермахта удобнее было бы захватывать, оккупировать европейские государства или какие-то другие государства и осуществлять все то, что они делали. Ну, в те времена это был Майдан, Акасвенцем или какие-то другие места, а в 1922 году это Буча, Ирпень, Мариуполь. Вот примерно так же. Так как думаете, чем закончится история? Это вопрос латвийских властей, какое решение они примут, я не, еще раз скажу, я не являюсь ни представителем Латвии, ни представителем каких-либо властей Евросоюза, я не гражданин Евросоюза, никакой из этих стран, это их вопрос, но мои отношения я вам рассказал. Относительно ситуации в Украине, как думаете, как будут развиваться события на Восточном фронте, Донецкой и Луганской области и на юге? Сейчас мы знаем, что главный центр боевых действий это Бахмут, российская армия штурмует Бахмут уже шесть месяцев, пока, несмотря на какие-то там частичные передвижки, в целом ситуация остается прежней, Бахмут обороняют вооруженные силы Украины, сейчас Бахмут вообще стал тем, чем стал Верден во время Первой мировой войны, и тем, чем стал либо Сталинград, либо Ржев во время Второй мировой войны. Мне кажется, все-таки больше это похоже на Сталинград, потому что Бахмут не взят и, возможно, не будет взят. Но то, что мы получаем оттуда, это свидетельство просто абсолютно уничтоженного пейзажа, тяжелейшие бои с большими потерями. Вот последние полтора-два месяца интенсивность боев выросла довольно существенно. Если смотреть на данные Генерального штаба вооруженного силы Украины, то количество потерь с российской стороны по сравнению с летом выросло в четыре раза. Это ежедневных потерь, имею в виду. То есть в летом, в июне, в июле, в первой половине августа потери составляли примерно 180 человек в день. В течение двух-трех недель в конце октября, начале ноября российские потери выросли до 700 человек в среднем в день. А сейчас они немножко снизились, это порядка 550-600 в день, но по-прежнему остаются очень высокими. Это говорит о том, что сейчас степень интенсивности военных действий минимум примерно в три раза выше, чем то, что было в первоначальных стадиях, на первоначальных стадиях этих военных действий. Иными словами, война в чистом боевом отношении перешла в другую стадию, стадию не таких легких движений, таких кавалерийских продвижений. Это окопная тяжелая война с применением большого количества оружия, вооружения, с большим количеством потерь. И учитывая потери с российской стороны, нельзя исключить того, что и потери с украинской стороны также, наверное, выросли. Говорили недавно о потерях, и вот Михаил Подоляк озвучивал цифры официальные, которые прозвучали в его отчете. У нас есть официальные оценки генерального штаба, есть официальные оценки, которые говорит верховный главнокомандующий. Они у нас составляют от 10 до 12,5-13 тысяч погибших. То есть мы открыто говорим о количестве погибших, сказал Михаил Подоляк. Это вот реакция на те цифры, которые озвучивались, завышенные цифры, которые озвучивались до этого. Про временно оккупированный Крым. Андрей Николаевич, хочу вас спросить. Все чаще в информационной ленте озвучиваются, встречаются прогнозы, даты и сроки деоккупации Крыма. Все чаще звучит то лето, то конец весны, кто-то говорит 6 месяцев, и деоккупирован будет Крым. Что думаете вы? Если позволите, я прежде выскажу комментарий по поводу потери. Дело в том, что то заявление, которое сделал Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, в какой-то степени воспроизводит такой же неточный комментарий, который сделал начальник Объединенного комитета штабов Соединенных Штатов Америки генерал Милле. Если говорить о том, какие действительно потери, мы точно этого не знаем, мы, видимо, узнаем только после окончания войны. Но судя по объективным ли данным, или по данным, которые на сей момент выглядят более объективными, соотношение потерь между российскими и украинскими войсками составляет примерно 3,5 к 1 или 4,5 к 1. Дело в том, что такими являются данные о соотношении потерь боевой техники танков, артиллерийских орудий, различных видов другой боевой техники, бронемашин, самолетов, вертолетов и так далее. Хотя эти данные не являются точным измерителем потери личного состава, но, как правило, на одну единицу боевой техники приходится примерно равное количество личного состава как с одной, так и с другой стороны, поэтому это соотношение можно принять в качестве того, что называют на науке прокси или приближенного значения соотношения потерь. Вот эти соотношения потерь в течение боевых действий колеблется от 3,5 до 4 к 1. В отдельные периоды, в частности, во время наступления в Харьковской области, этот показатель в сентябре достигал 8 к 1, а в течение одной недели даже 17 к 1. Сейчас в целом для всего этого периода это 3,5 к 1. Анна Моляр в свое время, замминистра обороны Украины, говорила о том, что на юге соотношение потерь составляет 6 к 1. Поэтому, как бы то ни было, вот эти цифры, они опять-таки являются неточными, но они дают некоторое представление и о масштабах потерь, и о соотношении потерь. Поэтому те цифры, которые обнародовал генерал Милле, те цифры, которые обнародовал директор Цизеру Бернс, и те цифры, которые обнародовала Урсула фон дер Ляйн, явно не имеют отношения к действительности. В этом смысле цифры, которые обнародовал Михаил Подоляк, возможно, они являются точными, мы знаем об этом, видимо, только позже, но, судя по всему, они ближе к реальной ситуации, чем то, что говорили представители западноофициальных лиц. Андрей Николаевич, я вот буквально недавно опубликовал интервью с Сергеем Князевым, который был главой нацполиции Украины, генерал-полковник, сейчас он старший сержант 72-й бригады, вот в Донецком направлении служит, и вот в этом интервью мы также поднимали вопрос потерь и пришли к мнению, что цифры сейчас, даже, может, обсуждать не стоит потерь с нашей стороны, что эти цифры с фамилиями, со всем уважением будут озвучены на следующий день после нашей победы. Если я правильно расслышал, вы говорили о генерал-полковнике милиции, который сейчас служит старшим сержантом. Так и есть. Мне кажется, подобные вещи требуются постоянно повторять и рассказывать о том, как люди, которые действительно являются патриотами Украины, несмотря на то, кем они были в прошлой жизни до начала, вот этой ширкомасштабной агрессии, чем они занимались, если они считают необходимым, не могут вести себя иначе, они идут в вооруженные силы и защищают свою страну, своих близких, своих сограждан. Это первое. Второе. Я думаю, что так или иначе, все равно эта тема возникала, возникает и будет возникать. И эти цифры являются все равно очень важной информацией для оперативного рассмотрения, оперативного анализа того, что происходит на фронтах. Поэтому это необязательно делать каждый день, но, в принципе, это важнейшая часть для понимания того, что происходит. И я напомню, что, например, в 2014 году, когда началась Первая мировая война, то газеты воюющих стран, в том числе и газеты Российской империи тогда, каждый день публиковали не просто абсолютные цифры того, сколько, какие потери, но и публиковали поименно, фамилии, имя, отчество, и звания, воинское звание, и даже то, где тот или иной человек погиб. Все-таки уход человека из этого мира это все-таки важнейшее событие после рождения человека. И определенное уважение к тому, что этот человек делал, особенно когда он делал правое дело, здесь тоже требует того, чтобы определенное уважение и память о нем сохранялись не только потом, но и непосредственно в тот момент, когда это произошло. Другое дело, что сообщение этой информации и комментарии должны быть этически выверенными и не наносить ущерба для продолжения введения военных действий до того момента, когда будет достигнута победа. Я, пользуясь случаем, тогда порекомендую нашим зрителям посмотреть по окончанию нашего разговора с Андреем Николаевичем Иларионовым интервью с Сергеем Князевым. У меня на странице на моем YouTube-канале вы найдете это видео. Вот оно свежее, буквально недавно я выложил. Будет еще одно, один эпизод, который я привез из Донецкой области. Я был там, общался также с другими бойцами 72-й бригады, с танкистами, с медиком. Так что вот скоро следующий эпизод не пропустите. Андрей Николаевич, возвращайся к вопросу деоккупации Крыма. Я не стал бы торопиться с этим, поскольку деоккупация Крыма может произойти только после того, как произойдет деоккупация Северной Таврии. То есть после того, как произойдет деоккупация кандидатальной части Украины. Сейчас она оккупирована российскими войсками. И сейчас на этой территории российские войска воздвигли, продолжают воздвигать одну за другую линию укрепления. Они продолжают насыщать этот район и личным составом, и его техникой. И, скажем так, пробивание этой линии обороны еще впереди. И оно будет нелегким, поскольку за вот эти девять месяцев, в течение которых, почти девяти месяцев, в течение которых эта территория была оккупирована, она оборудуется в инженерном отношении, там уже построены довольно серьезные оборонительные сооружения, пробивать это будет непросто и нелегко. Поэтому, прежде чем решать вопрос Крыма, нужно решить вопрос с этой части. Я понимаю, что в политическом плане, в пропагандистском даже, в хорошем смысле этого слова, необходимо говорить о Крыме. И более того, необходимо делать нечто с Крымом, с тем, чтобы и те, кто находится в Крыму, или случайно там оказался после 2014 года, понимал бы, что самое время сейчас покинуть его, потому что рано или поздно, скорее, рано, чем поздно, Крым окажется у естественного, законного хозяина Крымского полуострова, государства Украины. Тем не менее, если мы говорим не только о пропагандистской части, но и говорим о реальной истории, реальная история имеет в себе несколько этапов, и вот этот предварительный этап невозможно обойти, его нужно пройти. Этот этап непростой, поскольку сейчас, конечно, плотности боевых порядков российских вооруженных сил на продолжающей оставаться оккупируемой украинской территории остается высокой. Конечно, плотность и украинских войск повысилась, но для того, чтобы пробить эту линию оборону, необходимо тяжелое вооружение, необходима тяжелая артиллерия, необходимы танки, необходимы бронемашины, необходима штурмовая авиация, необходимы ракеты, необходимы многое из того, что необходимо для взлома, пользуясь военным языком, вот этих линий обороны. Как только эта задача будет выполнена, можно будет переходить к следующему этапу, соответственно, освобождению Крыма и освобождению оккупированного Донбасса. Россия тратит, тоже следующая тема, Россия тратит колоссальные, огромные деньги на ведение войны. И вот разные велись подсчеты, но все равно она тратит меньше, чем зарабатывает на нефтегазовых долларах из той же Европы. Эмбарго на нефтепродукты вот уже должно вступить совсем скоро в свою силу, что будет с газовыми долларами и в целом, как пополняется бюджет, кровавый бюджет России для ведения войны против Украины, какие еще есть источники и как мир может открутить эти краники, если может. Вот, к сожалению, это направление борьбы против агрессора оказалось, то есть действия здесь не оказались слишком удачными со стороны наших партнеров и союзников. Несмотря на все заявления, несмотря на все эти решения, которые принимались и в феврале, и в марте, и в последующие месяцы, результатом стало, пусть некоторое сокращение физического объема экспорта нефти, нефтепродуктов и газа из России и ожидается, вот буквально через пару дней ожидается введение новых санкций, которые по логике их авторов должны сократить эти поступления. Однако пока в результате даже пусть сокращения физических объемов экспорта, но одновременно повышения цен на энергоносителе произошло не уменьшение, а увеличение поступлений твердой валюты в Россию. И с этой точки зрения, даже в литературе это получило название windfall, то есть это как бы чистая прибыль, которая получена не за счет собственных усилий. Оценки этого windfall различаются, но вот мы видим, что даже размеры ВВП российского в долларом измерении не уменьшились, а в этом году увеличиваются на 300 миллиардов долларов. Соответственно, при увеличении военных расходов очень существенным это не оказывает существенного давления на внутриэкономическую ситуацию, на бюджетную ситуацию в России или не оказывает такого воздействия, на какое рассчитывали. Это свидетельствует в частности о том, что опять-таки наши западные коллеги руководствуясь, может быть, благими намерениями, но не обладая адекватного представления о том, как работают те шаги, которые они предпринимали, в результате не сделали того, что нужно было сделать, а сделали то, что привело к повышению цен на энергоносители. Таким образом, независимо того, хотели они или это не хотели, своими действиями они фактически увеличили количество экономических ресурсов, находящихся в распоряжении Кремля. Вот то решение, о котором неоднократно говорили западные представители, которое должно быть введено с 5 декабря, это установление потолка для российской, по ценам на российскую нефть, я неоднократно говорил об этом, является ошибочным, и с моей точки зрения оно не приведет к желаемому результату. Радикальным методом для сокращения экономических ресурсов, находящихся в распоряжении агрессор являлось бы введение эмбарго, тотального эмбарго на экспорт энергоносителей из России. Мы знаем, что даже в том случае, когда подобного рода меры вводились, например, против Ирана, там оставались некоторые лазейки, кто пытался заниматься контрабандой, тем не менее, в этом случае основная часть энергетического экспорта из России все равно оказалась бы под воздействием санкций, и тогда это могло бы оказать заметное воздействие на поступление валюты. Промежуточным решением могло бы быть решение о введении так называемых эскроу-счетов, то есть в этом случае Россия продолжала бы экспортировать нефть, нефтепродукты и газ, однако доходы, то есть оплата за экспортированное сырье поступало бы в России не в полном объеме, скажем, примерно 50%, а 50% аккумулировались бы на вот этих эскроу-счетах и использовались, например, для оказания помощи Украине. Это второй вариант решения, который мог бы помочь в этой ситуации. К большому сожалению, наши западные коллеги не стали, не приняли решение ни по первому варианту, ни по второму варианту, они приняли решение о применении так называемого потолка цен, который на самом деле этот потолок цен находится близко к тому уровню, на котором фактически цены сегодня находятся. То есть даже в том случае, если этот потолок будет введен с 5 декабря, то объем поступлений, валютных поступлений в Россию либо останется прежним, если либо он сократится, но сократится незначительно. Это то направление, по которому ну фактически за эти 9 месяцев сделано не то, что немного, сделано то, что усилило агрессора, а не ослабило его. Еще одна важная тема, которая волнует многих украинцев, это есть ли риск со стороны Беларуси повторного нападения силами Российской Федерации или совместной операции РФ и РБ Республики Беларусь по направлению Киев-Черниев. Такой риск был, есть, и он будет сохраняться вплоть до самого последнего дня войны. Кто бы, что бы ни говорил, кто бы не обращал внимания на попытки нынешнего белорусского диктатора избежать такого варианта развития событий или заменить это какой-то риторикой. Да, у него есть мы видим то, что он пытается сделать, но, во-первых, как мы видим, диктаторы не бывают вечными, как не бывают вечными их министры иностранных дел. И история показывает, что иногда и диктаторов уламывают, иногда вместо одних диктаторов появляются другие диктаторы. По крайней мере, до тех пор, пока война не закончится, не закончатся победой подписанием соответствующих документов, потенциальная угроза со стороны Беларуси существует. Все-таки вот роль Лукашенко, как думаете, сейчас он говорит о том, что Беларуси есть угроза со стороны стран НАТО, имею в виду Польшу, наверняка также говорил и про Украину, что ведутся действия провокационного характера. Он это объясняет внутреннему потребителю или это месседж Путину, что вот я не могу дать свою армию для войны в Украине, потому что у меня есть угроза со стороны НАТО. Он говорит всем, он говорит и своему внутреннему потребительству, он говорит Путину, он говорит западному миру, он говорит украинцам, он пытается убедить самого себя, это самое важное, потому что в таких случаях, когда люди создают искусственную реальность, они должны создать прежде всего для самих себя, поверить в нее, и тогда это будет выглядеть почти действительно, может быть есть какой-то шанс, что кто-то еще поверит. На самом деле мы должны понимать, что бы ни говорил Лукашенко, а говорил он много, в том числе взаимоисключающие, не только противоположные, но просто взаимоисключающие, мы должны все это делить на очень большую цифру, мы должны смотреть не на то, что он говорит, а на то, какие у него есть возможности, то, что на языке военных экспертов называется capabilities, то есть независимо от того, что он говорит, какие слова он делает, какие заявления делает, надо смотреть, есть ли у него или у того, кто окажется на его месте после того, когда его не будет, возможность совершения самими, то есть белорусскими войсками, либо для предоставления возможности российскими войсками совершить нападение на территорию Украины. Мы знаем по опыту 24 февраля и февраля и марта, что именно со стороны Беларуси были совершены целый ряд нападений, в том числе и российские войска приблизились на кратчайшее расстояние до Киева. До тех пор, пока военные действия не будут прекращены, эта опасность сохраняется. Про вопросы геополитики и отношений хотел услышать вашу оценку. Отношения Соединенные Штаты Китай на каком уровне сейчас? Мы помним на встрече Большой Двадцатки Байден и Си встретились еще за день до начала саммита. Как изменились эти отношения и отношения Китая к происходящему в Украине, к войне в Украине, поскольку Китай занимает, кто-то говорит, нейтральную позицию, а кто-то говорит, что более тяготеет к России. Что скажете за последние 10 месяцев позиция Китая в отношении России, в отношении Украины и в отношении этой стадии Российско-Украинской войны претерпела довольно заметные изменения. Это надо иметь в виду. В начале февраля этого года, как раз накануне начала этой стадии войны, когда Путин прилетал в Пекин формально для участия в открытии Олимпиады, а по факту для переговоров и подписания документа о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, у Путина сложилось впечатление, он точно добивался этого, и он хотел это получить. И в результате вот этих действий подписания этого документа у Путина сложилось впечатление, что он получает полную поддержку со стороны Китая в грядущем новом этапе войны против Украины. Мы понимаем, что Путин так или иначе рассказал своему партнеру о том, что впереди предстоит военная операция против Украины. Мы не знаем, какие конкретно слова он использовал, но то, что он сообщил об этом Си, что такая операция будет, совершенно очевидно. У нас опять-таки нет адекватного представления, что ответил Си, но судя по тому, как действовал Путин. Явно, что Си не возразил и не высказал каких-либо решительных запретов, возражений против таких действий. Высказано предположение, что Путин говорил о какой-то ограниченной операции, операции в Донбассе, о попытке оккупации Донецка и Луганских областей, о создании сухопутного коридора, то, что он называл возвращение так называемых исторических российских земель. И поначалу, в первые месяцы этой стадии войны позиция, публичная позиция Китая была, скажем, очевидна про-кремлевской и антиамериканской. Она была относительно нейтральна в отношении Украины, точнее ее не было. Китай не комментировал Украину, но в отношении к Соединенным Штатам высказывались довольно жесткие, не имеющие никакого отношения к делу заявления. И, в общем, в целом, это свидетельство скорее о том, что, по крайней мере, в публичном пространстве Китай выступает на стороне России. Однако, за уже вот эти девять месяцев непосредственно введения боевых действий, то, на что Путин так рассчитывал и надеялся, он от Китая не получил. Он не получил не только военной помощи, когда он обратился за нею, он не получил экономической помощи от Китая, он не получил даже политической или дипломатической поддержки. А во время встречи в Самарканде, во время саммита отошел с 15 сентября, явно получил довольно жесткий разговор со стороны Си, который поделился, очевидно, с Путиным тем, что не ожидал, что вторая армия в мире будет так долго возиться и не добьется ни таких результатов, какие он получил. Судя по всему, Си тем или иным образом высказал пожелание, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Результатом вот этого разговора стала эскалация действий со стороны Путина. Вот все то, что мы видели после этого, включая мобилизацию как минимум 300 тысяч новых военнослужащих в России, интенсификацию военных действий, использование иранских дронов и, возможно, ракет и более активных действий это все и угроза применения ядерного оружия это прямой результат переговоров в Самарканде 15 сентября. Но выяснилось, что по крайней мере часть из этих действий получила уже гораздо более жесткую реакцию со стороны Китая. В частности, намеки на то, что может быть использовано ядерное оружие со стороны Путина вызвало жесткий отпор со стороны Си и это было сделано по двусторонним каналам, а затем было повторено уже во время встречи Си и Байдена во время двадцатки в Бали. Обратите внимание, что еще до того, как это было сделано, это было сделано, по-моему, в самом начале января, когда министр национальных дел Китая Иван И сделал заявление, что угрозы применения ядерного оружия на территорию Украины в ходе этой российско-украинской войны абсолютно неприемлемы. Вот после того, как Ван И сделал заявление, еще раз скажу, не Си, а Ван И министр национальных дел, после этого уже ни Путин, ни Медведев уже ни разу никакими угрозами ядерной войны не занимались. После этого все закончилось. Суммиро можно сказать, что за вот это время позиция Китая от, скажем так, мягкого сторонника, по крайней мере, в пропагандистской сфере Кремля постепенно перешла к нейтральной позиции и, скажем, относительно позитивно, более позитивно настроенной в отношении Соединенных Штатов Америки, потому что Си в своих выступлениях и на съезде Компартии, затем в Бали и в других местах явно протягивает руку американском в надежде на развитие выгодного сотрудничества. Тот же самый Ван И, министр иностранных дел, в конце сентября встретился по своей личной инициативе с министром иностранных дел Украины Кулебой и сообщил ему о том, и это вошло во все публичные призывы, что Китай рассматривает Украину в качестве своего стратегического партнера. Именно дает Украине тот статус, в котором Китай отказал сегодняшней России, кремлевскому Кремлю и сегодняшней путинской России. Поэтому, мне кажется, это важное изменение акцентов в китайской внешней политике, которое, с моей точки зрения, можно было бы и нужно было бы использовать украинской дипломатии для развития этого направления. Андрей Николаевич, спасибо вам большое за сегодняшний содержательный разговор, впрочем, как и всегда. Зрителям, еще раз напомню, обязательно перейти в живой журнал и подписаться на страницу Андрея Иларионова, а также в фейсбук-страницу Андрея Николаевича. Обязательно сделайте это. И потом подпишитесь также и на мой ютуб-канал, это важно для меня и для продвижения видео. Также ссылку, прямую ссылку на это видео вы можете отправить в Вайбере, в Ватсапе, в Телеграме, в Фейсбук-мессенджере, где вам удобно. Андрей Николаевич, спасибо большое. Спасибо вам, Василий. Всего вам доброго. До свидания. И зрителям тоже спасибо большое. До встречи. Берегите себя и близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok